шалом дорогие друзья здравствуйте добрый вечер всем меня зовут хана кейла с кем мы еще не знакомы видимся впервые и это урок по еврейской медитации хорошо мы с вами сегодня рассмотрим три простые еврейские медитации по какой причине мы это делаем именно сегодня потому что у нас начался период с 1 ава по 9 ава это очень особенные дни с очень особенной энергией это зона повышенной турбулентности всегда в еврейском календаре и поэтому мы хотим знать как с этим временем работать использовать его максимально эффективно использовать самое главное себя максимально эффективно в это время на в это время года поучимся мы с вами сегодня по вот такой книге взгляд в бесконечность здесь собраны разные методы разные медитации от самых что ни на есть известных в еврейском мире мистиков каббалистов вообще в принципе многие думают что медитации это что-то что евреи позаимствовали у других не знаю религию других народов на самом деле это очень-очень еврейская тема почему потому что это один из способов и достаточно эффективный способ каким образом наша душа каким образом мы можем лучше соединяться со всевышним это одна основная канва одна основная цель поэтому дорогие друзья если кто-то как это сказать при слове медитация вдруг начинает думать или хотеть не знаю вызвать сталина друзья там еще какой-нибудь личность известную свою прабабушку это вообще все не об этом это в иудаизме строго-настрого запрещено если мы говорим о том что существует святость и существует ее обратная сторона то все такие вещи они находятся на обратной стороне поэтому вы никаким образом не улучшите этот мир если будете пытаться делать такого рода глупости но если вы будете пытаться медитировать пытаться более глубоко устанавливать контакт со своей душой через это более глубоко устанавливать контакт с источником всех душ то есть тем кто вашу душу непосредственно создал и это энергия до своей души и энергия всевышнего это одна и та же энергия вы будете пытаться исправлять этот мир через очищение себя через вот этот вот контакт то это самый чистый самый правильный путь и это без рата шем повлечет за собой большое изменение как вас в лучшую сторону так и мира в лучшую сторону в целом вот теперь друзья я кого-нибудь хочу очень попросить поскольку я сегодня веду урок с телефона и мой функционал ограничен всем шалом пожалуйста сделайте репост кто-нибудь на мою страницу хана кейла потому что там бедные люди не знают о каких интересных темах мы сегодня будем говорить и это очень жаль и сразу хочу сказать большое спасибо также тем кто в принципе лайкает репосте как-то реагирует на видео потому что таким образом увеличивается охват тех кто смотрит эти видео а единственная цель да вот по которой я и другие лекторы свое друзья свобо свободное свое время во время когда мы могли бы заняться вообще ведь другими делами то наша не работает а это хэс от который мы делаем единственная причина по которой мы это делаем это для того чтобы как можно больше людей узнали о о всевышнем о том что они с ним связаны о том что эта связь постоянно никогда не прерывалась каждую секунду их жизнь идет по определенному не то чтобы сценарию и конечно и свобода выбора но что эта жизнь управляется есть в этой жизни смысл у каждого человека есть задачи и наше здесь вот присутствие всех в одно время в одном месте далеко не случайно поэтому все уроки тор и так или иначе они построены на том чтобы мы лучше понимали мироздание лучше понимали самих себя и свою свою функцию свою роль что нам за этот короткий отрезок в 120 лет который мы без раташем пытаемся с вами прожить что нам на этом отрезке нужно успеть сделать вот хорошо это было в качестве вступления теперь тема урока вы видите шалом да всем вы видите вам такое слово как унификация до унификация унификация это как объединение единство почему это центральная тема почему это лейт мотив значит друзья у нас по еврейскому календарю по еврейскому это значит по лунному недавно начался месяц of он приблизительно но обычно он выпадает там на август да где-то приблизительно ну хорошо в этом году он выпал вот на июль месяц of это достаточно экстремальный месяц и сейчас он не считается первым сейчас у нас либо тишрей считают первым либо nissan читают первым но когда наш мир с начал существовать в несколько другом формате то бишь после прихода машинах этот месяц станет первым станет за главным почему потому что в нем таится спрятана энергия начала энергия берешит энергия начала всего энергия соединения буквы алиф и бед до ав алиф всегда символизирует духовность бед всегда символизирует наше тело и либо материальный мир некоторые люди или в некоторых религиях принято думать что для того чтобы ввести духовный высоко духовный образ жизни мы должны пренебречь всяческим образом материальностью либо некоторые люди которые считают что только материальность рулит деньги бабло побеждает зло да как говорится и престиж и связи и три высших образования я как-то присутствовал на такой встрече где каждый говорит сколько у него высших образований и какая степень по каждому высшему образованию тоже очень все важно особенно когда закончился 120 лет и все эти дипломы пойдут туда же куда и тело человека что останется что останется останется наш банковский счет только не финансовый а духовный и вся наша деятельность друзья настроена на то чтобы мы этот банковский духовный счет увеличивали для этого мы делаем митвот учим тору для этого мы не рискуем своей жизнью лишний раз да потому что риск своей жизнью списывает деньги с банковского духовного счета значит есть целый набор действий который этот счет увеличивает и есть который уменьшает но есть основной лейтмотив от которого зависит все от которого зависит будут ли нам даваться в жизни ситуации в которых мы можем будем мочь делать эти митцвот мочь делать заповеди мочь делать хорошие дела будут ли нам даваться в жизни ситуации в которых мы будем вынуждены наоборот терять баллы да то есть ситуации в которых мы будем проявлять себя не с лучшей стороны ситуации в которых мы будем как-то пренебрегать своей жизнью пренебрегать возможно какими-то отношениями с другими людьми значит помимо наших намерений у нас есть еще и ну как бы вилка возможности это вилка возможности нам предоставляется самим всевышним поэтому так или иначе весь наш жизненный успех материальный либо духовный любой зависит от наших отношений со всевышним а еще от этого зависит в принципе состояние мира в котором мы находимся нам может казаться что мы каждый из нас человек маленький с одной стороны да да а не афар в эфир да я прах и пепел с одной стороны так и есть но с другой стороны каждый человек выступает партнером всевышнего так придумал сам всевышний так придумали не мы не люди так не придумали евреи собравшись там на чай и там знаю на третьей трапезе так придумал сам всевышний что каждый человек абсолютно каждый будет иметь возможность влиять на систему мироздания в которую он помещен потому что он одной ногой ангел одной ногой человек одной ногой он принадлежит физическому миру одной ногой к духовному человека есть свобода выбора где он может выбирать как реагировать на какие-то обстоятельства как себя вести но основной наш выбор будет состоять в том что где мы находимся мы находимся на стороне всевышнего и на стороне добра и на стороне света и на стороне той силы которая творит добро либо мы находимся на той стороне которая творит глупости и как это добавляет работы всем тем остальным людям которые здесь делают исправление делают чекун хорошо теперь в в В месяце Аф мы находимся на стыке очень двух сильных энергий. Это энергия тьмы и энергия света, которые сменяют одну другую. Это переломный момент. Вот это можно представить, как, например, солнце садится, встаёт, садится, встаёт. Кстати, цвет этого месяца оранжевый именно потому, что это цвет заходящего и восходящего солнца. Это как бы цвет энергии, которая сначала как бы вот было всё ясно, хорошо, потом был как бы день, потом условно наступает ночь. Это когда тьма начинает господствовать, но однако после этого снова наступает день. Вот этот момент преломления всегда окрашен в оранжевый. Поэтому, согласно книге Сефрия Цера, цвет этого месяца тоже оранжевый. Что мы хотим, что мы должны научиться делать в этот момент? Мы должны хорошо научиться делать преломления. В этом состоит наша задача, наш фокус. Мы должны уметь переворачивать тьму в свет. Должны уметь преломлять вещи на их хорошую, добрую, чистую сторону. И сегодня упражнения, которые мы хотим с вами поделать, их задача помочь нам в этом, дать нам коах силы, чтобы мы могли успешно освоить такое упражнение, потому что оно вообще нелёгкое. Когда проблемы происходят с кем-то другим, нам кажется, да чего он не может что ли вот так вот взять и посмотреть на ситуацию под другим углом. Это же так просто. Когда мы сами находимся в ситуации, где нам нужно теперь взять и посмотреть на ситуацию под другим углом, посмотреть сверху на неё, либо взять и целенаправленно постараться в какой-то совершенно ужасной ситуации найти точку ТОВ хорошую, стать на неё ногами и от неё перевернуть всю ситуацию в хоро. То есть технология следующая, что каждый раз, когда вы соприкасаетесь с какой-то тьмищей, с какой-то очень негативной, деструктивной ситуацией, с тяжёлой ситуацией, всё не про нас это, конечно, будет сказано, однако с какой-то ситуацией, которая требует исправления, оно делается, это исправление, тем, что вы должны сначала найти что-то хорошее в этом, в этой темноте. Оно обычно спрятано внутри, то есть вам нужно будет постараться вникнуть внутрь ситуации, и оттуда, найдя это хорошее, вы переворачиваете тьму в свет. Какие инструменты, друзья, вам могут в этом помочь? Если вы откроете книгу Таилин, у меня, например, вот такая. У вас, кстати, должна быть книга Таилин, друзья, если у вас её нет, то ваше домашнее задание – это обзавестись этой книгой. Постарайтесь обзавестись такой книгой, в которой есть транслитерация, потому что произнесение некоторых фраз на иврите, которым вы, возможно, не владеете, это как раз то, что вам понадобится. В некоторых Таилимах это очень важно. Поэтому хорошо, конечно, когда вы понимаете всё, что там написано, для этого у вас будет там русский перевод, но желательно обратите внимание, чтобы у Таилима была также транслитерация. Хорошо? И вот в 150-м Таилиме, это последний из всей книги Таилим, вы читаете последнюю фразу. «Кольга не шама тит халель я халилюя». «Кольга не шама». Значит, русский перевод следующий, что «каждая душа воздай хвалу Всевышнему». «Каждая душа» как бы прославь, халилюя, это халель, да, прославь, как бы воздай хвалу, то есть расскажи о том, какой Всевышний великий и молодец. Но на самом деле вы знаете, что «не шама» — это в единственном числе, а во многом будет «не шамот». И если бы здесь говорилось «каждая душа», то есть как бы во множественном числе, должно было бы быть написано «Кольга не шамот», а написано «Кольга не шама» в единственном числе, то есть вся душа. Что имеется в виду? Имеется в виду время, когда мы все увидим, что мы и есть одна душа, что мы и есть вообще вот все-все-вообще-все евреи, неевреи, женщины, мужчины, дети, взрослые. Мы есть и есть одна душа. И когда мы, как одна душа, будем способны говорить о том, восхвалять Всевышнего и говорить «Вау!» Вообще, насколько ты милосердный, насколько ты добрый, насколько ты умный, насколько ты заботливый, насколько ты творчески креативный, как ты это всё придумал, как ты всем этим управляешь, насколько ты безумно-безумно добрый к нам, насколько ты безумно заботливый к нам, насколько все что ты делаешь это то насколько у всего что ты делаешь есть глубокий красивый смысл когда мы как одно начнем взаимодействовать с миром и с друг другом как мы все части одного целого тогда наступит вот это все долгожданное большое исправление которого мы все так хотим и чему мы так стремимся теперь друзья я вам дам сегодня три медитации три такие они смотрите есть в иудаизме очень сложные медитации мы сегодня их вообще не будем трогать потому что мы еще до них не доросли мы еще маленькие и те кто вам предлагают делать сложные медитации вы от них отказываетесь потому что это как ювелирная работа тонкая материя если вы не научились хорошо еще делать что какие-то простые вещи сразу идете делать сложные то будет эффект слона в посудной лавке понимаете вы будете делать какие-то движения но все будет падать нам главное не испортить ничего нам нужно двигаться лучше медленнее но аккуратненько делая добро чем быстро делая хаос делая хаос теперь первое первая простая медитация они называются пятиминутные медитации для них на самом деле вы можете выделить любое количество времени которое вы захотите но если у вас вообще нет времени а только она у вас есть когда вы утром суп в микроволновке греете то есть пять минут у вас есть и вы хотите их провести с пользой для себя и мира и всевышнего вот во всем 24 часовом дне вы решили пять минут уделить чистой духовности вот друзья ваш рецепт тогда называется эта медитация высшее объединение и худа и ла а да высшее высшее объединение говорит рамбам он называет бога но тот кто знает он а также само знание а также то что уже познано то есть то есть другими словами всевышний это вообще все это и тот кто узнает и и и и и то как бы и собственно суть самого знания все короче вообще все 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 и есть сам всевышний есть сам всевышний ничего нет другого и написано в в разных серьезных таких еврейских источниках на которые сейчас вот здесь смотрю на них ссылки что человек очень многое зависит от того насколько человек реально осознает что все состоит из света всевышнего что есть мы все вот так с вами видим да как разные материи вот стол из одной материи сделан покрашена стены другой какой-то материей вот ткань третья вот там не знаю пластик и металл вот там стекло вот у меня кожа да на ощупь друг все как будто мы видим она все как будто абсолютно разное да мы когда трогаем траву когда мы прикасаемся не знаю каким-то металлическим предметом мы ощущаем структуры текстуры там мы воспринимаем все как будто это все разное абсолютно все еврейские книги которые вот более глубокого толка они вам расскажут о том что весь мир состоит ровно из одного типа энергии а а дальше эта энергия преломляясь разными там углами здесь в нашем мире когда она в мир оси я уже спускается представляется как некоторые разные вещи хотя на самом деле это все одно все соткано из одной это из одной той же энергии и предлагается совершенно простая медитация которая говорит так что вам нужно закрыть глаза то есть закрыть когда человек закрывает глаза это значит что он помещается переходит из внешнего своего состояния во внутреннее потому что глаза очень мощный орган через который мы взаимодействуем с этим миром поэтому когда мы хотим повзаимодействовать сами с собой или со своими внутренними чувствами переживаниям со своим внутренней начинкой мы глаза закрываем закрываем глаза, когда, не знаю, когда целуемся, мы закрываем глаза, когда хотим лучше расслышать. Что-что, да, и мы закрываем глаза. Почему? Потому что мы пытаемся сосредоточиться больше, нам нужно больше концентрации. Когда вы хотите увеличить концентрацию, закройте глаза и сфокусируйтесь на фразе, на мысли, вы можете её произнести вслух, вы можете её активно начать думать, что всё есть Бог, всё это Всевышний, всё это Бог, всё. Вот одна фраза, которую нужно постараться подумать в течение пяти минут, что абсолютно всё, вы сейчас стоите, не знаю, там у себя на кухне, окружены кучей разных предметов, за которых вы выложили кучу денег, тут у вас, вы готовите для кого-то еду, вот она такого вкуса, такого цвета, вам всё видится разным, вы себя возвращаете нам в момент, где это всё одно и то же. Вы и другие люди и всё, что присутствует в этом мире, абсолютно всё-всё-всё находится в домене, который называется Сам Всевышний. В Кабале речь идёт о некотором понятии, как бесконечный свет. Это мы не знаем, никто не знает, какой, как, что. Он называется свет, потому что эта энергию проще всего как будто бы сравнить со светом. Да, это тот свет, который, если вы откроете самое начало Торы, книгу «Берешит», то вы увидите, что в самом начале Всевышний сотворил первое, что он сотворил, это свет, да, а потом он сотворил на четвёртый день только светило. И тогда, конечно, спрашивается, откуда взялся свет, если светило появилось только потом. Так вот, речь идёт о том свете изначально, который то, в который тот свет, из которого всё дальше будет делаться, в том числе физический свет, который исходит от звёздного неба, от звёзд, планет, от светил. Окей, да, то есть мы пытаемся понять и представить, что мы вернутся на тот этап, на этап первозданного света, и мы в себе начинаем повторять о том, что абсолютно всё — это Всевышний. Когда вы говорите «абсолютно всё», что вы себе ещё представляете? Вы представляете себе, во-первых, самих себя, своё окружение, всё, что вам принадлежит. Вы представляете и начинаете медитировать, в том числе, на свои собственные недостатки, потому что они есть у каждого человека, и вы начинаете очень прекрасно про них думать. «Это у меня есть такой недостаток, не такой». Постепенно переключаясь на недостатки своего супруга или своей супруги, «О, а у моего супруга вот такие недостатки, вот такие». И вы говорите «И это тоже Всевышний, и мои недостатки, это тоже Всевышний, и это тоже проявление Всевышнего, и у него это проявление, или и у неё это проявление Всевышнего. А вот мои дети, и у них тоже куча достоинств, но и куча недостатков вообще». И то, и другое, это создано из одного, разлито всё из одной и той же бочки. Это всё Всевышний. Не только всё, что мягкое, белое и пушистое Всевышний, а если это какой-то недостаток или какие-то ошибки, или какие-то слабости, это нет, это не от Всевышнего. Не-не-не, вы себя возвращаете, что это абсолютно всё от Всевышнего. Тут же вы вспоминаете про своего бизнес-партнёра, о том, что он во многом очень ограниченный человек, думает только о деньгах, или думает только о себе, и сразу за этой мыслью вы себя возвращаете, что это свет Всевышнего, который вот в такой форме находится, и человек проходит через свои текуним, через свои исправления. Однако всё это свет Всевышнего. И вы можете подумать про ошибки своих родителей ещё. Вы сводите всё прекрасное, что вы видите вообще в этом мире, а также всё, что вам кажется не очень прекрасным, абсолютно к одному и тому же знаменателю. И этот знаменатель — это вот этот первозданный чистый свет. ТОВ, значит, всё-всё-всевышний. Вы повторяете себе в уме всё-всевышний, всё. Значит, это как будто бы… Тут говорится embrace and welcome. То есть ваша задача условно как будто бы обнять это всё. То есть вот всё это впитать, всё это обнять, всё это принять. Как оно есть. Не нужно там «это плохо, это хорошо» поместить себя в состоянии, что это всё одно. И побыть в этом состоянии пару минут хотя бы. Не нужно там зависать в нём по 10 часов. Понятно, никто из нас там не каббалист, и никто из нас не питается маном небесным. Нужно идти на работу, и нужно делать дела. И это всё понятно. Но несколько минут, я думаю, что найдутся в течение дня у каждого для того, чтобы сделать это такое вот упражнение. Пока вы идёте где-то на улице, как-то, короче говоря. Также рекомендуется присоединить в эту схему, когда вы думаете про людей, другие формы творения, к которым относятся у нас неживые, такие как камни, горные породы. Естественно, это тоже всё форма Всевышнего. Дальше к этому же относятся растения, все формы растительности, вся трава, деревья, цветочки. Также относятся все живые существа, животные, насекомые и всё-всё-всё. И, естественно, люди. И то основной фокус, на котором мы думаем, что ничего это не существует на самом деле. Это Всевышний в разных формах, это свет в разных формах. И я, и вы, и каждый из нас, и все ваши любимые друзья, знакомые, родственники, ваша собачка, ваш хомячок, и ваш суккулент на столе, и, не знаю, ваш там томик Чехова, потёртый и прочее. Всё это всё, всё равно это всё, свет Всевышнего. Мы все сделаны из одного и того же. Теперь вторая медитация. Вторая медитация связана с соединением себя и разными другими соединениями себя и четырьмя мирами. Я сегодня произнесла несколько раз фразу про систему мироздания, о том, что существует некоторая система мироздания, что это за система мироздания. Там всё не очень просто. Мы затронем небольшую часть, которая не очень сложная, по крайней мере. Хорошо? Тоже это можно сделать, пока вы куда-то едете, в поезде, в автобусе, я не знаю, идёте на улице, сидите в парке. Это тоже займёт недолго и достаточно быстро. Мы знаем о том, что у нас существует четыре мира. На самом деле, друзья, их пять. Но мы обычно говорим про четыре. Как они называются? Они называются Асия. Это то, где мы с вами находимся. Дальше над нами идёт Яцера. Дальше над нами идёт Брия. И дальше идёт Ацелут. Предлагается, медитация состоит вот в чём. Эти миры вам могут казаться, во-первых, кто-то, кто слышит впервые, может подумать, что это просто абстрактные названия. Дальше. Есть люди, которые себе представляют систему мироздания как слоёный пирог. То есть вот так. Идёт один, потом идёт второй, потом идёт третий, потом четвёртый, потом пятый. На это можно посмотреть. Как бы это не совсем так. Вы сейчас увидите из этой медитации, что эти все миры, они смешаны. Есть формы. У каждого мира есть свои формы. Есть что-то в нашей жизни, что относится к миру Асия, что-то к миру Брия, что-то… Мы так или иначе взаимодействуем. Вы увидите, насколько человек в состоянии и ежедневно взаимодействует с каждым из этих миров. Несмотря на то, что основное, то, где мы находимся, это Асия. Как это выглядит? Допустим, вы сейчас сидите в комнате. Посмотрите в окно. Что вы увидите? Либо посмотрите на меня. Что я делаю? Я что-то показываю, совершаю какие-то действия. Любые действия, любое движение, которое вы видите вокруг себя, включая ваши собственные движения. Вы что-то почесали голову, вы поковырялись в носу или в ухе, вы поправили на себе одежду, что-то сделали. Все эти действия относятся к миру Асия. Когда человек делает что-то, это значит, что он взаимодействует сейчас с миром Асия и влияет на мир Асия. Поэтому то, что мы делаем через наши действия, например, заповеди. Как мы знаем, наше тело может делать очень много разных действий. Теперь часть этих действий будет пополнять наш банковский счёт, вот этот духовный. Мы будем делать вклады, мы будем инвестировать. И мы знаем эти действия. Эти действия, например, зажигание свечей перед шабатом. Ты говоришь, это относится к другому миру. То есть всё, что ты делаешь физически, всё, что ты помогаешь кому-то, делаешь какой-то хэсет, делаешь какой-то хэсет, да, всё это относится к миру Асия. И таким образом мы его можем улучшать. В момент, когда мы думаем о том, что любые действия относятся к миру Асия, мы должны попробовать проникнуться очень тёплым, нежным чувством и оценить на самом деле, как прекрасно выглядит свет Всевышнего в движении, в действии. Потому что всё это, любое действие, это свет Всевышнего в форме поступка, в форме экшена, в форме действия. Окей? Дальше. Попробуйте задержаться на этот момент. То есть вы теперь знаете, что всё, любое действие, это проявление Всевышнего через вот конкретное, через физическое какое-то действие. теперь попробуем перейти к следующей как бы сфере, к следующей, к следующей области. Это область звука. К области звука относится вибрация нашего голоса, относится наша речь. Всё, что связано со звуком, а также с энергией речи, это часть мира яцера. Как переводится яцера? Это formation, создание. Поэтому теперь вы знаете, что когда человек что-то говорит, он обязательно что-то создаёт. Окей? Что-то создаёт. Когда человек говорит что-то хорошее, кого-то хвалит, кого-то молится, например, говорит что-то хорошее, он создаёт в этом мире что-то хорошее. Когда мы говорим теперь в этом мире, мы теперь знаем, где он это создаёт. Он это создаёт в мире яцера. Таким образом мы влияем на мир яцера. Мы его можем тем, что мы говорим, либо улучшать, либо, если мы говорим «грязь», мы можем его портить и вносить свою отрицательную лепту в систему мироздания. Сюда же могут относиться негуны, вы знаете, да, еврейские напевы, которые обладают определённой силой. Если вы поёте, напеваете какой-то мотив, он точно так же будет положительно влиять на мир яцера, и ваш вклад будет суперский. Если вы напеваете мотивы какого-нибудь там рэпера, мат на мате, на перемате, тоже поётся про какую-нибудь грязь, про какую-нибудь там, не знаю, не буду даже сейчас в рамках этого, вы сами понимаете, содержание текста какое-то грязное, речь используется грязная, и вы это повторяете, вы там как-то это произносите, вы это слушаете, вы взаимодействуете со звуком, который вот такой, значит, вы вносите лепту с негативным зарядом в мир яцера, и вы влияете на всю систему, потому что все эти миры взаимосвязаны друг с другом, таким образом, что за вами придётся убирать. За вами, скорее всего, вы сами это не забудете исправить, не сможете, не будете знать как, и будут люди сидеть потом на полу по ночам, плакать, делать текун хацот, и пытаться исправить те ошибки, которые сделали другие люди. Поэтому не нужно добавлять друзья работы, нужно стараться всегда оставаться на стороне света и очень следить за тем, чтобы вы приносили в этот мир сияние своего лица, добрые поступки своих рук и приятные слова, как это, приободряющие других людей, мотивирующие на что-то хорошее, слова поддержки, слова, где вы можете успокоить другого человека, утешить другого человека, дать надежду другому человеку, дать любовь, какое-то чувство выразить. Понимаете, да, разницу? Теперь постарайтесь задуматься на момент, буквально несколько секунд, что Всевышний создал всю эту систему звука, всю эту систему вибраций, что каждый раз, когда мы что-то произносим, мы взаимодействуем с самим Всевышним. И это взаимодействие мы стараемся делать чистым, стараемся делать его кадош, фильтровать то, что мы слышим, то, что заходит в нас, фильтровать то, что исходит из нас. Это кадош. Вы взаимодействуете, это не просто слова, вы взаимодействуете непосредственно со всем Всевышним, вы взаимодействуете с его энергией на уровне мира Яцера. Вот то, что мы делаем. Дальше мы передвигаемся на следующий мир, который называется мир Бриям. Это мир наших мыслей, друзья. Это мир, который влияет на наши эмоции, на наше состояние, на наше состояние, в котором мы вообще находимся, в течение дня, в течение жизни. Сюда же входит любой цвет, любая картинка, которую мы видим, которая влияет на наше настроение. Вы должны видеть, что наш мир, должны понимать, что он бы мог быть чёрно-белым. Вполне. Для некоторых людей он такое и есть, к большому сожалению. Однако мы видим перед собой мир в красках, в изобилии, в оттенках. Мы, наш организм настолько тонко настроен, что это вызывает в нас ряд мыслей, ряд эмоций, целые серьёзные процессы внутри. Как наши вот эти вот эмоционально-мыслительные процессы, а также то, что является триггером к этим процессам. Это энергия Всевышнего мира Брия. Поэтому очень важно думать хорошо. Опять же, потому что мы делаем вклад в мир. Теперь, я думаю, что, возможно, после этого урока вам перестанет казаться, что вы отдельно и хата ваша в скраю, а всё остальное отдельно. Если вы поймёте, что мы все существуем в рамках одного и того же мироздания, и каждый из нас делает вклады свои, окей, делает свои взносы, принимает активное участие. Причём даже те, кто не знают, что они принимают в этом участие, тоже принимают участие, потому что все дышат, все что-то делают, все говорят, все думают, все эмоционально реагируют. Когда у нас эмоция гнева, эмоция, не знаю, там, зависти, эмоции разрушительные, что мы делаем? Мы наносим ущерб миру Брия. Это как будто бы, ну вот, я не знаю, мне приходит на ум такая аналогия, может, у вас будут другие аналогии. Мы не так давно ездили на Кевр Шмуэль, на могилу пророка Шмуэля, и она находится на самой высокой точке в Иерусалиме, на горе, с которой открывается обзорная панорама на весь Иерусалим. И поскольку это такое возвышенное и духовное, физическое место, за него происходили постоянно сражения между евреями и арабами, кому оно будет принадлежать, потому что это стратегическая позиция, с которой виден весь Иерусалим. И сам Кевр, то есть сама, ну как бы, могила пророка Шмуэля, она выглядит как здание, внутрь которого ты заходишь, и там лестница, и тра-та-та. Но это здание, когда ты на него смотришь, ты видишь, что его стены обстреляны полностью. То есть там постоянно проходили какие-то войны, причём с самых ещё времён Маковеев, с самых давних-давних времён. Там всё в прострелах. Теперь, когда мы с вами не следим за тем, как мы думаем о других людях, как мы думаем о самих себе, когда мы недовольны всеми, и собой, и окружающим, мы критикуем, значит, самого Всевышнего, который это создал из чего? Из самого себя. Это и есть Он. Мы наносим ранения, мы наносим вот эти вот выщербленные, вот эти вот как в старом городе тоже в стене, вы можете видеть, да, от пуль, от снарядов, выемки. Это то, что мы делаем в системе мироздания, когда мы приносим какую-то негативную энергию, однако, когда мы приносим какую-то позитивную, мы начинаем это всё латать, зачищать и красиво оформлять. Да, так вот, наши мысли и наши эмоции, во-первых, очень связаны. Наши мысли, вы всегда должны понимать, что контролируют наши эмоции, а не наоборот. Так должно быть. Люди, у которых это наоборот, должны знать, что им нужно поменять систему, иначе они пойдут не в том направлении. Сердце человека никогда не возьмёт его, если голова не на месте, сердце будет брать человека, вести за глазами, за желаниями, непонятно, за инстинктами. Сердце очень-очень такой орган. Всегда лучше опираться на сэхель, на трезвость своего сознания, и под это подстраивать, к чему ты можешь приложить своё сердце, а что для тебя не очень хорошо. И последнее, на чём мы фокусируемся, это мир ацелут, это мир эманации, либо мир излучения. Это мир близости. Это мир, в котором мы фокусируемся на том, кто спрятан. Окей? Фокусируемся на некотором, ну как, абсолюте, на жизни бесконечной, на том, что по-настоящему кадош. Мы фокусируемся на той энергии, которая присутствует абсолютно во всём и скрыта. Но она присутствует и внутри самих нас. Точно так же, как мы очень сильно близки, на самом деле, сами себе, мы должны чувствовать эту близость непосредственно с самим Всевышним, потому что мы — это и есть Он. То есть нам нужно постараться посмотреть на себя, ну вот выйти как бы за рамки, не видеть себя просто как изображение в зеркале, а видеть свою начинку, постараться увидеть себя как ближайшее, что может, что только может существовать в этом мире как бы по отношению как бы с самим Всевышним. Это мир большого чистого света, который находится внутри каждого человека в том числе. И побыть, помедитировать, немножко остаться в этом состоянии. И последняя медитация, третья, которую я тоже, она не очень длинная. Я рассказываю дольше. Естественно, у вас, когда вы будете делать займёт, это гораздо меньше времени, чем я рассказываю, потому что я стараюсь объяснить, передать некоторые чувства, передать, разжевать немножко более тщательно, да, может, чем даже иногда кто-то из вас, кто быстрее там схватывает, думает, чего ж она так долго-то, когда толчётся на одном месте. Друзья, среднестатистического пользователя мне очень хочется постараться просто с разных сторон это донести. Но на практике, когда вы будете это делать, вы увидите, это занимает 5 минут, потому что ваши мысли будут шнырять достаточно близко. Вы будете видеть любое движение, вы будете сразу там, так, это осия, любой голос, любые звуки, которые вы слышали, птицы там поют, ещё что-то. Так, это яцера, любые мысли, любые эмоции, что так, вы будете знать, что это брия. В общем, вы уже будете всё в курсе. Теперь, вот последняя медитация называется «Духовные тесты». Это то, через что сейчас многие будут проходить, либо уже проходят. Потому что сейчас время, опять же, когда происходит переломный момент между тьмой и светом. Это момент турбулентный. Это можно сравнить с схватками, родами, непосредственно уже рождением. Когда вот идёт момент активного сокращения, сокращения, момент какой-то боли, момент, когда тебе кажется, что всё уже полностью конец, и из этого получается новая жизнь, из этого получается рождение. И вот месяц Ав, и вот эти вот особенно девять дней между первым Авом и девятым Авом, это как раз момент вот этих вот схваток, момент, когда кажется, что всё очень тяжело. Мы должны понимать, Машех родится девятого, или может быть уже родился Ава. Это момент раскрытия самого большого света, это раскрытие новой жизни. И вот сейчас мы на пороге раскрытия этой новой жизни, и у каждого человека абсолютно будет после девятого Ава новый виток. Энергетически вы это почувствуете. Многие вещи, которые раньше не двигались с места, они начнут двигаться с места. Вы увидите, что происходит совершенно другая динамика. Вот, но то, что предшествует этому, это ряд тестов духовных. Значит, в иудаизме духовный моральный тест называется Нисайон. Моральный тест, тест на моральный выбор называется Нисайон. Хорошо? Говорится о том, значит, что у каждого человека, несмотря на то, что созданы мы все из одной энергии, эта энергия может отличаться не по своей сути, а по каким-то другим характеристикам, например, по своему предназначению. Мы должны знать, что вот внутри нас, каждого из нас. Есть душа, которая на иврите называется как Нешама. И нет двух одинаковых душ. То есть у каждого человека то, из чего мы состоим, одинаковое, но как это будет применено, будет по-разному. И задача каждого фрагмента разная. Мы как система пазлов. Пазл, состоящий из маленьких разных фрагментиков. По сути, все состоит из одного и того же картона. Понимаем? То, из чего сделано одно и то же. Картон полностью одинаковый на всех пазлах. Но каждый пазл своей формы и каждый пазл на нем другой рисунок. Для того, чтобы когда ты все это собираешь вместе, у тебя получилась общая картина. Но картон один и тот же. Окей? Это то, о чем мы говорили с вами про предыдущие медитации. Мы все одно и то же. Значит, мы все как один и тот же картон, но что? Фасады, рисуночки на нас нанесены, формы у нас разные. Для чего нам это важно знать? Это важно понимать, друзья, чтобы понимать, что вашу работу за вас никто не сделает. Я не могу быть чьим-то другим пазлом. Например, вот вас спустили в этот мир в форме, не знаю, мужчины, вам 45 лет, вы, не знаю, допустим, родились вообще в нерелигиозной семье где-нибудь, где-нибудь, у вас вот такие-то жизненные обстоятельства, вот такие, с такими людьми вас жизнь сводит, вот такие перед вами ставятся задачи. Вы должны всегда знать, что эти задачи уникальные для вас, и только вы можете внести свой вклад в целую систему мироздания, да, асия, яцера, брия, ацелут, тот уникальный, который можете только вы. То есть, ваш, это как отпечаток пальца. Тот вклад, который вы сделаете в систему мироздания, это как отпечаток пальца. Это уникальная вещь. Если вы хотите сделать что-то хорошее, то есть, заткнуть дырку какую-то выщербленную, которую нанес даже кто-то другой, вы это можете сделать только своим отпечатком, понимаете, только вот так, приложив свой палец. Нет другого пальца, который мог бы это исправить за вас. И ошибки, которые вы сделаете, кстати, тоже, они очень уникальны. Нет людей, которые делают одинаковые ошибки. Они могут быть похожи, могут быть какие-то, то же самое, как и хорошие дела. Однако, всё это с духовной точки зрения выглядит абсолютно, абсолютно по-разному. теперь из этого мы учим важную фразу, что абсолютно в каждый момент времени каждый человек имеет свою уникальную цель. если вы находитесь в какой-то ситуации, у этого есть некоторая уникальная цель, которая под силу и которая создана именно специально для вас. Этот сценарий, что вы оказались в этой ситуации, создан именно для вас, потому что именно вы можете, скорее всего, сделать исправление этой ситуации, то есть своим отпечатком пальца, заслонить вот этот вот, сделать, запечатать, как пластырем, заклеить то, что было кем-то испорчено, параллельно не испортив что-нибудь самостоятельно. Здесь написана фраза о том, что выборы каждого человека, то есть те выборы, которые мы делаем, имеют космический эффект. Космический эффект. И что каждое действие, которое мы совершаем, эффект от него полностью на всю унификацию, на всё единство, в котором мы с вами находимся. Хорошо? Дальше здесь пишется о том, что часто люди могут думать, что они создают какие-то временные условия, либо какие-то условия там в пространстве, мы находимся здесь, то есть что человек сам, грубо говоря, выбирает, где он и когда он находится. Пожалуйста, пишут каббалисты, пишут еврейские мистики о том, что когда в Торе, в главе Берешит, мы читаем, что в начале Всевышний сотворил небо и землю. Небо, друзья, это время, потому что светило определяют время, это то, что создал Всевышний. А земля – это место, это пространство, поэтому Всевышний создал и время, и пространство, и поместил нас в определённое время, в определённое пространство, то есть в определённое место, с некоторой абсолютно уникальной задачей, которую мы с каким-то… Это может быть… Это не обязательно… Смотрите, когда я говорю уникальная задача, вы можете себе представлять, что вы должны на коне въехать в горящую избу, махая шашкой, и вот это обстоятельство. Иногда обстоятельство, может быть, сидит человек, который нуждается в поддержке. Вы её можете либо решить оказать, а можете решить не оказать. И вот этот ваш выбор будет иметь гигантское значение. Гигантское. И поэтому есть такая практика, что ты делаешь в конце дня хэшбон-анэфэш, то есть ты выписываешь на бумажку события, которые с тобой произошли в течение дня, и если ты видишь, что ты на какое-то событие отреагировал бы по-другому, ты делаешь, ну, ведуй, грубо говоря, ты раскаиваешься в том, что ты не поступил максимально хорошо, как бы ты мог, и тогда ты исправляешь, ты делаешь текун, ты заглаживаешь те ошибки, тот ущерб, который ты мог нанести мирозданию, и более того, ты переворачиваешь это в достоинство. Это будет засчитано не просто как залатано, а то, как вы добавили света в систему мироздания, вы увеличили его положительный заряд, да, вы должны знать свою силу, знать свои возможности человеческие, и они гораздо находятся дальше, чем тот горизонт, который мы привыкли видеть, что некоторые мечтают, я хочу быть хорошей мамой, всё, я хочу быть хорошим работником, всё, я хочу быть хорошим, это временные наши роли, это условия, ну, как бы это для нас было создано, чтобы нам было где себя проявлять, но главное, это чтобы мы понимали, что мы наравне со Всевышним влияем на миры, и наша задача их улучшать, наша задача быть в очень тесных, очень близких отношениях с самим Творцом, чуть-чуть ещё минутку, ещё с одной стороны вам это объясню и отпущу вас, значит, когда вы сталкиваетесь с каким-то жизненным тестом, с каким-то моральным выбором, вам может показаться, что вы столкнулись с, как знаете, как с какой-то стихией, которая, которой вы не управляете, вы просто оказались в каких-то обстоятельствах, люди вас обидели в этих обстоятельствах, люди к вам плохо, не выполнили свои обязательства перед вами, некрасиво поступили, как-то себя плохо повели, вы начинаете, мы все подсознательно, иногда просто явно начинаем обвинять других, начинаем говорить там, очень многие, например, как-то могут разочароваться в людях, в религиозных, потому что кто-то, кто носит там черную шляпу и бороду, как-то не так себя повел когда-то, и теперь человек может сказать все, и со Всевышним, и, значит, и с синагогой ничего общего не хочу иметь, и с религиозными ничего общего не хочу иметь, и с Богом заодно тоже ничего общего не хочу иметь. Так вот, значит, что вы ушли с линии основной мысли, основного происходящего, вы перешли в иллюзорный мир ваш, который вы там сами придумали, а вообще все обстоит по-другому, вообще все обстоит таким образом, что есть четырехбуквенное имя Всевышнего, ют, вэгей, вэвав, вэгей, мы его не произносим вслух, оно очень сильное, оно очень мощное, мы маленькие, оно очень большое, это четырехбуквенное имя Всевышнего обозначает, что Всевышний был, есть и будет, то есть абсолютно любое, причем это все происходит одновременно на самом деле, что абсолютно любые события, где угодно, как угодно, размазанные во времени, либо где угодно, как угодно, размазанные в пространстве, это и есть Всевышний. Когда мы взаимодействуем с этими тестами, мы не взаимодействуем с людьми, мы взаимодействуем с четырехбуквенным именем Всевышнего. Наша душа находится во взаимодействии со своим источником, с четырёхбуквенным именем Всевышнего. Первое, что должна сделать наша душа, сказать «Я тебя узнала, я знаю, что я взаимодействую с тобой, я сейчас буду очень стараться, потому что тело меня будет тянуть в сторону обвинения всех, в сторону отрицания всего, будет тело тянуть в сторону эмоций, будет тянуть не туда. И вы должны приложить свои душевные силы к тому, чтобы вернуть себя и сказать «Сейчас моя душа взаимодействует с четырёхбуквенным именем Всевышнего. И моя задача проявить себя, мамаш, хорошо, проявить себя самой лучшей, возможной точкой, вообще самой-самой лучшей, как если, я не знаю, вы даже приходите на свидание с обычным человеком, с такой же душой, как и вы, вы там стараетесь произвести впечатление, вы стараетесь красиво одеться, говорить более культурно, может быть, чем обычно, да, мужчины особенно, да, там стараются при девушках случайно не ляпнуть никакого соединительного слова, которое они используют в разговоре, например, с другими парнями. Вот девочки тоже стараются, тут припудрили, тут свои недостатки подзамазали, тут, как это, колготки с утягивающей талией надели, чтобы всё смотрелось покрасивее, поаккуратнее. Зачем? Потому что мы понимаем, что это взаимодействие, вот эта, вот эта интеракция, она имеет значение, от неё будет зависеть потом что-то дальше. И мы хотим на данном этапе, вот в данной ситуации, проявить себя максимально хорошо для того, чтобы это было залогом на то, что хорошо будет и дальше. Теперь, когда мы взаимодействуем не просто с другой душой, а с источником всех душ, да, коль хане шама, то есть с источником всего, всех душ, которые как одна большая душа, вы понимаете, насколько мы должны действительно постараться проявить себя и показать себя с хорошей стороны. Так вот нам даются, когда нам выпадают тесты, то есть когда нам выпадает глазами обычного человека, какая-то сложная ситуация, есть опция разозлиться, обозлиться, есть опция закрыться, отрицать, уйти, ответить силой, ответить грубо, есть опция войти в оппозицию против всего, против, пожалуйста, вспомните о том, что ваша душа сейчас взаимодействует с четырёхбуквенным именем Всевышнего, и её задача — показать себя максимально хорошо, потому что мы либо перейдём на следующую Мадрегу, на следующую ступень, либо останемся там, где мы есть, в самом плохом случае мы откатимся назад, чего мы не хотим. Наша задача — понять уникальность того, что с нами происходит, и в такие сложные моменты собирать свои духовные силы, знать, что от этого зависит далеко не только наша судьба. А через наши выборы мы влияем на всю систему мироздания, от того, что какая это система мироздания, зависит от судьбы других людей. Поэтому, друзья, когда 9 августа мы плачем о разрушенном храме, мы не плачем о здании, которое рухнуло 2000 лет назад, как жаль, что нет сейчас в пейзаже Иерусалима этого здания. Мы плачем о состоянии мира, в котором всё, что я вам сейчас рассказала, неявно, в котором есть очень много людей, которые не знают о том, что есть этот урок, им неинтересна эта тема, они даже не знают о том, что есть такая область знаний, есть люди, которые не знают, наверняка ваши знакомые, родственники вам задавали вопрос, «Откуда ты вообще знаешь, что Бог есть?» Может, его нет? Скорее всего, нет. Откуда ты знаешь? Мы 9 августа один день в году сидим на полу и плачем о том, что люди не знают, что есть Бог, не знают всю эту красоту, о которой мы сегодня говорили, не знают себя, не знают, кто они на самом деле, не знают, сколько силы в них на самом деле находятся, не знают, насколько они сгусток чистой, сильной энергии, насколько они сгусток света, насколько они неправильно расходуют самих себя, неправильно направляют свои усилия. И это можно сравнить, я приведу пример, как, ну, допустим, вам выдали зарплату деньгами, да, выдали зарплату бумажками. И вы решаете вечером поехать с друзьями сделать барбекю, сделать пикник, и берёте эту пачку денег, ну, чтобы костёр растопить, да, ну, просто, чтобы горело ярче. Теперь ситуация такая, что, конечно, можно использовать, это же бумага, вы можете её использовать для растопки костра для барбекю, но вы можете сделать настолько много больше, если будете использовать эти деньги по-другому, что это невозможно даже сравнить. Это невозможно, это вот есть одно и то же, один и тот же ресурс, вот каждый из нас – это ресурс один и тот же, как пачка денег. Можно либо на растопку костра под ужин, либо на, там, не знаю, образование, помощь другим, лечение себя и других, на какие-то глобальные вещи, на строительство синагоги, на духовные, на печать книг, на какие-то, понимаете, на какие-то действительно вещи, которые… на исследования какие-то, если хотите, на вещи, которые имеют реальное значение. Вот всё, о чём мы сегодня говорили, Безрата Шэм, чтобы в этом году, 9 авгу, скорее наступила уже эта большая перемена, большое исправление, о котором мы все так хотим. И пусть у нас будут жизненные силы жить жизнью в рамках настоящей реальности, в рамках того, где наша душа находится в системе, в очень тесной связке с абсолютно всеми другими душами. И там, где мы единственное, чего хотим в этом мире, это тесных, любящих отношений с самим Творцом. Всё. А если у вас какие-то вопросы, я буду рада на них ответить, дорогие друзья. Спасибо, вы меня завалили сегодня комментариями. И да, мне очень приятно, что эти темы у вас откликаются. У меня они тоже откликаются. Значит, мы на правильном пути. Всем хорошего вечера. И до встречи завтра в 8. Всем пока.